Девушки отдыхают... ...все-таки оторвался от своего компьютера с кнопочками. Конечно, ведь я с таким же маньяком, как и я. Эй, Муха, как дела? Ничто новенького. А мало вот как раз ты и не мало. Сегодня я расскажу о синюках на Sony PlayStation и игре Nuclear Strike. Она выпущена по мотивам известных зубодробильных игр серии Strike. Так вот, графика заметно похорошела, и появились просто убийственные видеоставочки, которые иногда вылазят не в тему. Полетать на вертике, конечно, по приколу, но без хитрости мы жить не можем. Применив свое хакерское мышление и взломав эту игру, несмотря на то, что на Sony PlayStation это сделать невозможно, я выявил несколько полезных и хитных кодов. Итак, код бесконечного оружия. Go Postal. Для того, чтобы прибавить газку и увеличить скорость, введите Warp Drive. Ну а для того, чтобы не испытывать разочарования по поводу безвременной кончины, введите Lazarus. И не погибите молодым. Так что прогресс на Sony заметен. А что у тебя есть на Nintendo? На Nintendo у меня есть. Diddy Kong Racing. Игра, которая своим видом сразу же бросается в глаза. Смысл игры прост. Езди на машинах, летай на самолетах и плавай на непонятных воздушных подушках. По прекрасным трехмерным трассам, полных сочных цветов и красок. Выбирай себе героя. Хоть мышку, хоть обезьяну. И вперед. Езди, летай, плавая по различным местам. Но главное, не забывай собирать подвешенные шарики различных цветов, получая за это оружие и различные хитрые способления для уничтожения противника. Таким образом можно получить различные ракеты, масляные пятна, пузырьки и разнообразные силовые поля. По дороге можно наткнуться на огромного милого зеленого динозавра и врезаться в него на огромной скорости. При этом он даже и глазом не моргнув продолжит свое движение. Проехав, пролетев и переплыв несколько первых трасс, придется посоревноваться с Тридцаратропсом. То есть гигантским динозавром, который умело будет тебя обгонять. И тебе, чтобы его догнать, придется вылезти из кожи. В общем, игра оставит огромный, яркий, красочный и трехмерный след в твоей памяти. Надо будет взять у тебя порубиться, Нинтендо. А взамен я тебе дам Соньку. У меня на нее есть прикольная игрушка. Она тебя вообще убьет. Она про настоящих злобных нигеров, любящих повбивать по самые уши ни в чем не повинный баскетбольный мяч. Игрушка полный свежак, рассказывающая о битвах студентов на баскетбольных площадках 98-го года. Мартовское безумие носит название конкретный чемпионат. Не лишнее будет сказать, что фирма-производитель компании E.A. Sports. В игре участвуют 107 дивизионов лучших команд и даже 9 лучших женских. Графика игры немного отстает от нашего времени, но и в квадратах есть своя прелесть. В игру могут играть от 1 до 8 человек одновременно. Также существует возможность создать себе собственного мега-игрока. Правда, возможности роста и веса имеют свои пределы. Это минус. Ведь было бы прикольно создать 5-метрового слоняру с длинным хлопотом. Короче, I love this game, и надеюсь, ты тоже. Позору нет, муха. Но мне кажется, Nintendo ничем не остается от Соньки. Pilotwings 64. Целых 64, а не 32 биты, как у Соньки. Кстати, одна из первых игр, выпущенных на Nintendo 64. Наверное, поэтому не на английском языке. Вместо него какие-то непонятные, наверное, японские иероглифы. В игре нужно летать. Просто летать. То, как птицы на дельтаплане, то, как псих на реактивных, а может, на сверхзвуковых турбинах за спиной. Или на непонятном гибриде вертолета. Но, конечно же, не все так просто. Надо будет выполнять различные, несложные задания. Чаще всего приземление на Землю. Летать можно на всех шесть сторон. Пять игра полностью трехмерно. Выбирай себе героя с непроизносимым и непонятным именем. И лети. К сожалению, больше я ничего не понял, так как по-японски пока не понимаю. Ну, а в общем, удачного полета и мягкой посадки. То ты можешь сказать, Муха, у тебя есть что-нибудь подобное? Ну, насчет подобного не знаю, но приготовься упасть со стула и насладиться убойной кровавой битвой. Я представляю новое скандально-долгожданное продолжение игры Resident Evil. Теперь у вас всех появилась возможность поиграть в ее вторую часть на двух дисках. И не просто поиграть, но и выиграть ее сегодня. Итак, вопрос. Игрок из какой команды достоин быть лицом игры? Игрок из какой команды достоин быть лицом игры? А теперь несколько советов, дабы без косяков зарубиться в игру Resident Evil 2. Успех в игре зависит не от количества загашенных монстров, а от скорости, то есть не торможения. При ее прохождении, поэтому держи свои пальцы на кнопках и на педалях. Если вам все-таки повстречались монстры, уничтожение которых нисколько не приближает вас к конечной цели, достаньте свой длинный пистолет и делайте им парочку новых отверстий в голове. В следующий раз будут думать, хотя и нечем. Голова-то скипела. По пути обшарьте трупы, там могут быть полезные вещи. В общем, если игра вас заинтересовала, ждем ваших правильных ответов по телефону Falko Paging 4209-69. Абоненту 664, а мы пока скипим наш виртуальный мир. Пока! КОНЕЦ